так добрый вечер друзья я в яхт-клубе бриз в кампусе с нами владимир степанов который сейчас пытается там что-то достать очень нужное и полезное это у нас архив кругосветных плаваний есть вопрос который нас очень волнует он очень достойный поэтому мы решили не откладывать и воспользоваться случаем и в общем-то обозначить его для нашего движения я буду прямо говорить не только для клуба для движения моряки и их смены здесь появились о наверное лет 50 уже назад здесь мы представляем третье поколение их смена поэтому вопрос будет идти о кругосветных плаваниях которые у нас были это чекан валиханов или где обозначен весь маршрут со всеми деталями правда они выполнены черновой вот от руки это я занимался это для нас документ который несет всю информацию вот кстати фотография где президент отправляет кругосветочку вот экипаж это было какого числа и какого года напомнил значит плавание растянулось на пять лет 7 по 12 да были сбои но в принципе яхта была проведена до конца из октаву в октаву вокруг земли давай ну давай присядем давай значит я представляю я задействую твой замечательный агрегат да я представлюсь к кому мы будем представляться арману или нет мы все всем кто смотрит хорошо уважаемая публика с вами говорит ветеран клуба бриз степана владимир капитан яхты пионер у нас много проблем очень много единственный клуб в казахстане вот мы на всех с началах все это делаем развиваем в нашем активе 28 регат кубка каспия на приз золотой нактоус это большой такой традиционный спортивный такой вот я считаю подвиг даже вот потому что в других городах каспия вообще парусный спорт на минимуме или вообще нет вот мы считаем что город у моря парус должен быть и крейсерские яхты это самое лучшее его проявление вот но сейчас у нас немножко бюрократический такой вопрос дело в том что в нашем активе значит несколько даже не одно а несколько кругосветных плаваний два плавания непосредственно наши члены клуба выполнили это первый начнете иванов вот его фотография можно кстати показать да вот фотографии на собственной яхте построены своими руками он обошел вокруг света за два года это с 2005 по седьмой год вот и еще одну мощность это мероприятие которое было в свое время по всему казахстану очень информирована и подготовка была и отбор членов команды это яхта чекан валиханов которую значит возглавил член нашего клуба лавринов александр геннадь вот она тоже прошла вокруг света экваториальным маршрутом с 7 по 12 год вот были задержки некоторые но в принципе худо беда но прошло задержки были в связи с в основном финансирование это было очень такой мощный такой я бы сказал даже политическое мероприятие потому что по хабару регулярно выходили значит сводки мероприятия которые проводились григорий евсеев этим занимался вот здесь центрально азиатского географического общества вот и значит все было неплохо неплохо хотя с точки разделения так сказать сменов вот немножко по-другому надо было там нахоженность важна прежде всего экипажа а тут получилось ну сколыхнули они здорово сколыхнули молодежь потому что романтика паруса она коснулась тысяч тысяч молодых людей и просто участие в отборочном конкурсе уже много давала людям потому что но это было практическое реалити-шоу да 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 и это неплохо когда на нуле все тогда вот такие мероприятия достойны хотя долго на них задерживаться нельзя нельзя вот значит приступаем непосредственно проблеме которая нас очень интересует это оценка результатов плавание вот наших экипажей вокруг света мероприятия конечно неоднозначные вот и мы хотели бы чтобы они получили достойную оценку спортивной общественности в виде таскать удостоверений заслуженных мастеров спорта это капитаном а членом команды значит мастер спорта международного класса значит современные нормы которые вот у нас тут есть которые требуют от спортсменов определенного уровня они гласят что вот допустим мастер спорта международного класса республики казахстан это человек должен наплавать 4000 морских миль не более чем в двух дальних спортивных плаваниях категории 0 категория 0 это океанские плавали максимальные самые дорогие морские плавания это первой категории вдоль берега значит третьей категории там по озерам и всяким прочим водоемом четвертый дальше в общем наши ребята сделали самый трудный вариант и в их зачете у чатана валихана 32 тысячами вот у леонида федоровича 26 тысяч миль но там покороче был маршрут но это практически в семь восемь раз да даже это все восемь раз мы столкнулись с таким фактом что вот в нормах по присвоению заслуженный мастера спорта вообще ничего нет то есть непонятно имеем мы право претендовать на выше и спортивные звания или не имеем вот но то что нормы превышены в семь раз в десять раз это очевидно понимаете есть все документы прохождение маршрута визы различные клиренсы отходы приходы там вот то есть доказательная база прохода есть большой минус заключается вот чем срок давности мы как-то сначала не смогли все это правильно оформить хотя я отправлял в астану все все пропало заявку одна линфе иванова как-то не пошло ничего а недостаток вот всей нашей этой компании в том что 10 лет прошло после плавания так сказать чеханова лиханова и 15 лет прошло после плавания леонида федоровича иванова на яхте baby вот но мы считаем что подвиги в подвигов такого преступления нету срока давности нет тем более что нам это нужно для такого общественного капитала с одной стороны и потом нам нужны герои для молодежи и не какие-то абстрактные конкретные и которые были признаны официозом и которые были награждены вот хотя бы удостоверениями мастер спорта международного класса и заслуженный мастер спорта вот все проблемы так но насколько я понимаю сейчас было написано письмо в адрес министра обаева по поводу присвоения званий где-то бумага бумага у нас копия есть мы просим министра просто сказать возможно ли проделать эту процедуру вот именно сейчас спустя 10-15 лет вот есть вот такая вот она официально отправлена вот ждем результата хотя тут требуется конечно еще дополнительные всякие бюрократические какие-то вещи в общем нам это нужно это нужно ведь первое это нужно людям которые для казахстана добывали славу морской морской державы не державы хотя бы быть в числе стран которые контактируют у которой есть хотя бы небольшая но морская культура а казахстан имеет выход каспий каспий выход в океан имеет они доказали что можно из октау выйти пройти вокруг света и вернуться в октау вот это реальная такая вещь в любом случае мы сейчас являемся морем с международной акватории да безусловно вот потом мы тянем лямку основную в этом направлении парусного спорта потому что и не в махачкале не в баку не в анзеле не большие такого уровня яхтинга нет мы самые первые на яхт клубы есть а уровня яхтинга нет так сказать тоже в таком виде в общем то есть отдачи у них никакой нет вот это самое главное спортивной отдачи никакой нет поэтому мы хотели бы как раз закрепить наш успех пускай это будет задним числом что делать вот так получилось хотя попытки оформить я предпринимал направлял там почте и заявки но сколько времени уже прошло с момента отправки письма такого вот этого да ну неделю уже неделю пока тишина молчат да но есть надежда что ответят теперь вопрос по поводу непосредственно яхт клуба сейчас насколько я понимаю идет регулярная борьба за сохранение целостности территории за сохранение земли под яхт клубом которую насколько я понимаю довольно сложно сохранить современных реалиях коммерческих когда огромное количество соседей ну вот пожалуйста прямо сразу за яхт клубом идет коттедж небольшой комплекс и за ним уже новостройка гигантская вот и естественно яхт клуб является лакомым кусочком для коммерческого использования Влад ты задал вопрос и ты уже все ответил я должен немножко тебе так сказать ограничить дело в том что вот круг моих интересов это прежде всего спорт это прежде всего регаты вот к регатам мы вернемся сейчас да и вот это направление которое носило у нас мощный характер я прямо скажу я участник и первые последние регаты вот очень надеюсь апогей что не последний апогей апогей вот крейсерских гонок был 90 91 год когда все по волже даже с волгодонска приходили четыре их клуба баккинцев были махачкалаба бигдаш был это был мощный кворум и каспи море дружбы это был не пустой девиз это было действительно обобщающий вот генеральный курс пролегал старт здесь потом баутина махачкала бигдаш опять шевченко еще было и в баутина финиш 700 миль по генеральному курсу это просто шикарно вы не найдете нигде более мощных мероприятий потому что на черном море там заглохло все и на балтике тоже ограничили посет сильно сейчас европейской части соревнуются кубок нижней волки средней волги но это акватория извините и трамвайные гонки никого не устраивает ребята которые были вот у нас на этих регатах они просто визжали от радости какая акватория да скорее на старт шикарная акватория никто не обращал внимание на инфраструктуру что ее нет стояли на якорях и были счастливы но при этом не надо забывать что каспий это не озеро в том понимании стандартных лейков где да нет волны если она есть то она слабенькая не очень сильно ветра у нас улетает смачно и улетает у нас да у нас очень серьезная да значит конечно если ограничиваться только детско-юношеским спортивным движением то конечно не понять о чем я буду говорить дело в том что хотелось бы ориентироваться на мировой яхтинг мировой яхтинг настолько далеко ушел что мы вот как каменном веке сейчас находимся здесь но в данной ситуации да осознаем это и собираемся никуда убегать или что-то менять но 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 надо все-таки ориентироваться на более высокие стандарты это прежде всего кругосветные гонки в анди глоб которую французы организовали вот они каждые два года проводятся одиночки значит капитан 60 футов лодка 18 метров 500 квадратов парусов выходит южный океан из сабль до олона это бискайский залив правым бортом вокруг антарктиды и назад это фантастика они вот ноябре стартует и где-то в феврале финиширует пока в южном полушарии вот это эверес без кислорода и и филипп джинта назвал основатель жизненно там супер экстрим там супер звезды выходят на старт прошлом гонка 29 участников но волос смотри не перебивай перебивай значит если есть хорошая цель если хорошая мечта и звезда когда мелкие вопросы будут решаться быстро и оперативно если цель маленькая низкая тогда и долго будет все болото не существовать поэтому надо во первых ориентироваться на такого рода мероприятия кругосветном volvo ocean race тоже с большими экипажами значит с остановками но тоже престижная вещь такая вот вот по такие роды гонки ориентироваться а каспий может выступить великолепным полигоном для формирования тренировочная база тренировочная база вот здесь немного и немало воды внутри 100 километров что понятно было дома хачкалы тут еще ты и тысяча вот везде берег чего бояться иди в конце концов иди прямо придешь куда-нибудь прибьет вот я думаю что вот если бы такая была инициатива то можно было бы выставлять на международные гонки активно участвовать вот в мощных мероприятиях принципе природная такая база у нас есть полностью еще природа нам подарила великолепное место это бухта киндерли находится на юге он казахском заливе это 50 квадратных миль огорошенной территории морской акватории значит коса не киндерли или ада называют она полностью защищает участников от того чтобы не унесло в море там еще проще волны там нет вода 25 градусов тепла вот но продолжу никакой инфраструктуры нет но я прямо скажу это казахская капулька там можно проводить все виды олимпийских гонок всех всех классов яхт можно мальчевые даже крейсерские гонки можно проводить в этой бухте очень жаль что как-то не ценится такой природный подарок хотелось бы по поводу каспия на его как тренировочная база ведь евгений гвоздев перед своей первой кругосветкой уже тренировался именно здесь на каспии сколько раз ну давай покажем на значит друзья у меня большой праздник я выходу это книжки приложил усилие дал толчок прямо скажу вот она вышла в москве значит в издательстве моя планета вот всего 200 экземпляров стоит 200 тысячи рублей кто-то говорит дорого но я считаю достойно потому что это первый человек который вышел в океан на микроклассе и свертботе и прошел вокруг свет вот теперь для не сведущих размеры опиши пример значит микрокласс стандартный пять с половиной метров лодка длиной 245 шириной вот шверт это временно устанавливаемый такой плавник который есть то нет то есть келя как такового который давал за стройчивость постоянно никто не повторит это плавание потому что это явная смерть а гвоздёв взял сделал значит это наша рук это первый раз он же нашего клуба это сороковой номер билета ему выдавали все время вот я очень рад что вышла эта книга пускай малым тиражом я думаю повторят если что мы просто ну а бессмертили потому что время уходит тоже спустя десять лет начали эту работу вот внучка ирина очень большую проделал работу и елена колоджиева это менеджер этого моя планета и григорий шмерлинг редактор от него тоже очень много взял вот эти люди клуб еще махашкалинцы тоже подключались в общем друзья гвоздёва выпустили книгу я в том числе я написал концовку это этого произведения вот в основном по дневникам все пост построено а я его встречал значит в новороссийске мы с ним пришли до окта вот этот это я только свидетель тоже написал горжусь вот так какие еще вопросы так вопросы теперь по развитию парусного спорта непосредственно в городе октау в казахстане у нас сколько на данный момент парусных судов здесь потому что количество беспарусной техники увеличивается катамаранной прогулочной скажем так промена променадная техника появляется парусные по моему не увеличивается их количество безусловно вот евгений асаныч он такую истину изложил после первого плавания своего которое было в 92 96 годах он говорит парусный спорт это как лакмусовая бумажка он является индикатором благосостояния страны и свободу понимаете вот если есть эти два фактора парусный спорт есть и видно что собой представляет страна если парусного спорта этого нет извините у вас еще много подножных проблем но вот я довольно часто в своих публикациях пишу 30 лет независимости и 30 лет суверенитета а яхтенный спорт как лакмусовая бумажка показывает обратное совершенно направление я не случайно коснулся темы апогея 90 91 год это была политическая стабильность более менее вот но после развала союза все хуже 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 стало и вот я должен честно признаться хотя это скорбный факт мы пять лет не можем провести ни одной регаты вот деградация довольно мощная вот и очень жалко что нету молодой крови вот нету поддержки со стороны официальных так сказать лиц ну то есть насколько я понимаю сейчас остались старожилы стариками полосатых тезняшечка да 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 много много ребят уехала в россию вот умерла много молодежь молодежь не потягивается в связи с чем да первое нету как минимум но на мой взгляд да нету самого главного с технической точки зрения надо популяризировать надо популяризировать нет яхтиной марины это очень печально наша супер головная больная головная боль вот сейчас вы видите все на берегу 9 месяцев вы будете наблюдать кладбище крейсерских яхт вот никакого движения почему отвечаю потому что нету гавани нету причальных сооружений где можно было бы держать яхту и не бояться что штормом ее размолоть сейчас мы на якорях болтать супер дикой ситуации ходу и клубом даже нельзя назвать нас потому что нет у нас вот на воде ничего понимаете мы подвержены любому риску поэтому к нам не хотят идти гости спрашивают первый вопрос стоянка у вас есть стоянки я разложу камеру на якорях так второй вопрос можно приехать экипажем арендовать яхту на на гонку не ну ребята чего у вас там целина все до свидания поэтому имея такую шикарную акваторию имею такие природные данные мы к сожалению из-за отсутствия элементарных таких вот инфраструктурных вещей мы не можем ее расширять к нам приезжают только вот астраханцы это иногда поэтому география сузилась до предела а теперь вот я говорю у нас кризис сейчас на нуле практически скрывать не буду на нуле но есть еще одна но весьма на мой взгляд серьезная проблема сейчас идет обмеление каспи но как долго еще будет продолжаться тоже неизвестно вот и ваша нынешняя причальная конструкция куда которого удлинили уже ответ готов да значит колебания уровня каспи они проходят не первый раз семьдесят седьмом году такой же было вот сейчас уже норма падения превышена еще на 15 сантиметров уже ниже то есть уже даже если но но владимир всего такой момент наш клуб начинался с виндсерфингом вот потому что этот новый вид спорта сразу как захватил и массовость такая бешеная было и не надо много затрат чтобы сделать эту лодочку но ты становишься но не иисусом христом который бегал по волнам а все таки каким-то капитаном можешь и вправо влево мы даже на серферах у специальной постройки 5-метровых тандемов обошли каспи но восемь четвертом году ходили в красноводск обратно транзитом дом до балутина и назад вот это все вдоль берега моря естественно каботаж потом восемьдесят пятом была попытка через море махачкалу ну там мы попали шторм нас оторвались эти тандемы потом нашлись но побылька была был шаг сделан а вот восемьдесят шестом году мы без сопровождения прошли из баку и застрахани в баку прошли два тандема салют и победа вот и потом еще ребята тут уже сопровождением попытались замкнуть кольцо вот был бы были такие спортивные что имеется ввиду тандем тандем это когда вы вдвоем шли или это это метровый виндсерфер увеличена это сказать и толщина 30 сантиметров 70 сантиметров ширина это мощный такой сооружение но вполне так сказать по плечу где его перетащить можно он дает колоссальный выигрыш потому что два человека стоят два паруса а это двухпарусные двух парусах тягово нарастает в два раза сопротивление не в два раза поэтому и стоишь когда на твердом на твердых после встречу он очень устойчивый не надо тратить силу на балансировку и мы по 100 километров пробегали вот это очень только хорошее что они он лежат три штуки до сих пор да 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 это интересный интерес самое интересное потому что чем более совершенный вид транспорта тем он быстрее съедает вот ощущение путешествия поэтому я всегда говорю что лучше путешествовать на велосипеде все увидишь вот то же самое когда на яхте путешествуешь она близко к берегу не подходишь а через море ты только воду и компас видишь а на тандемах мы заходили в любую бухточку мы облазали все вот это было очень познавательные плавали вот это отклонение конечно вот но это интересная история в нашей биографии ну что сейчас давай мысль доведу да 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 значит мы начинали с виндсерфера вот когда нам ветераны я говорю что мы третье поколение уже так сказать техсменов вот василий анисимович шоколев капитан яхты нерпы говорил ладно ладно все равно придете к яхтам да никогда в жизни что анисимович как можно да мы никогда не придадим свой виндсерфер и вот прошло время и мы все оказались на кресерах уже не хочется так сказать задницу мочить лишний раз и сидеть хочется на на яхте и надежно ходить вот это эволюция но клуб-то был заложен в пляжной зоне вы понимаете все все а был вариант другого расположение более удачного допустим для города расположение яхт клуба где-нибудь здесь в городе по-моему это единственная нормальная бухта значит значит еще раз и скажу дело в том что все наше вот это движение оно настолько самодеятельно она не не ходит ни в какие планы спортивных организаций мы в общем то были под крылом групп кома 147 а санкт-петербург был командиром и мы подстроились к стенке стадиона там и воду брали электричество и территорию очень то правдами неправдами там эти все эллинги построили вот должного так сказать участия официальных властей в нашем движении не было все это на общественных начала где кто еще может как это в мире вообще организовано все яхт клубы они все являются частными организациями общественными объединениями у нас была профсоюзная структура и она кстати давала результаты потому что собственность была профсоюза тренера и подход к яхтам был более такой демократичный и больше молодежи обкатывалась а современное отношение к яхтам оно тормозит я прям всем ребятам капитанам сказал частная собственность на яхты она затормозила очень сильно их эксплуатацию и движение к нет вот мое не дам и все вот это реальность а как должно быть как должно быть ну во первых у нас бедное движение парусный спорт это дорогое удовольствие но дорогой в принципе не приносит прибыли только расход расход еще раз но престижно это королевский вид спорта я еще раз говорю это показатель благосостояния и государства и государства вот и все а мы существуем вопреки вот этому тезису мы вне вне конкурса и вне списка я свое время значит спрашивал в управлении спорта туризма значит пахомов был сергей иванович его сергей а осмотрю список спортивных объектов по мангеслазской области по всей евро где же наши клуб бриз это вас нет нигде вы не существуете в нашей спортивной системе вот так 28 регаты кубок аспия провели и вдруг вы никто парадокс у меня до сих пор интересует как же так но с другой стороны вот эта самодеятельность она позволила нам избежать полного развала потому что все вот эти вот профсоюзные спортивные вещи они все рухнули все секции все вот подводники тут вот были еще пусть а мы остались потому что мы выворачиваем свои карманы мы все тащим в кучу у нас хорошая солидарность все ребята которые понюхали море которых море воспринимать они никогда не не изменят этому вот чувству потому что выход в море это всегда катарсис души это всегда колоссальный отдых от этих мегаполисных проблем от этих пасек квитанций все эти денежные манипуляции это так все унижает белого человека что только море способно очистить его душу вот поэтому есть даже еще такое выражение что из их сменов не уходит это хорошая спортивная болезнь я вот тоже ей заражен давно и считаю что мы по-своему правы и счастливы и в этом городе который находится в море парус должен быть воды все